Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 12 главы Книги Деяний. Если говорить о общем содержании этой книги, то здесь описано гонение на христианскую церковь при царе Ироди Агриппе I. Первое, о чем мы с вами узнаем, это 12 глава стихи 1-4 о первой мученической кончине из числа 12 апостолов. Царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Речь здесь идет о казни одного из двух братьев Завидеевых, которых, как мы помним, Христос призвал сразу после апостола Андрея и Петра. И вот брат Иоанна Завидеева или Иоанна Богослова, Иаков, претерпел мученическую кончину. Сразу скажу, что эта глава хронологически передает нам события 44-го года по Рождестве Христовым. Это дата кончины царя Ирода Агриппы, которая также описана в этой главе. И, скорее всего, если мы будем считать, что эти события описаны достаточно компактно, то это, конечно, и год мученической кончины апостола Иакова Завидеева, первого из 12, который пострадал за Христа. Следствием этой казни явилось то, что был арестован апостол Петр. Видя, что это приятно иудеям, что именно приятно? Казнь апостола Иакова, которого, конечно, ни в коем случае не следует путать с Иаковым, братом Господним, первым епископом города Иерусалима. Это разные личности апостол Иаков будет фигурировать и в этой главе, и в последующих главах книги Деяний. Так вот, видя, что это приятно иудеям, Ирод задержал и апостола Петра, посадил его в темницу и приказал четырем четверицам воинам стеречь его. То есть 16 человек, ну, либо сразу, либо по смену стерегли апостола Петра, наверное, именно потому, что о Петре ходила вот такая молва, что он может и чудесным образом избежать заключения в темнице, как мы об этом читали, например, в пятой главе книги Деяний. Поэтому были здесь приняты такие особые меры предосторожности. Но, тем не менее, в последующих стихах девнадцатой главы, а именно с пятого по семнадцатый, описано чудесное избавление из тюрьмы святого апостола Петра. Хочу обратить ваше внимание на некоторые детали этого рассказа. Петра стерегли в темнице, а церковь, то есть христиане, молились прилежно о нем Богу. И вот мы видим ответ на эти молитвы. Ведь Ирод на следующий день хотел вывести его к народу, очевидно, для суда и, может быть, тоже для осуждения на смерть. И вот Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. Вот эти меры предосторожности, они хотя и оказались тщетными, но были не случайными. Более того, и у дверей тоже стража стерегла апостол Петра. И вот ангел Господень оказался в темнице, света сиял темницу, и ангел, и вот дальше мы встречаем с вами удивительное по своему бытовому характеру описание, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал. Интересная деталь, которая как-то сразу нас погружает в атмосферу происходящего. И дальше мы видим, как деписатель Лукас, присущим ему, в общем-то, литературным мастерством, он описывает поведение человека, который еще толком не понимает, что происходит. Он, может быть, и встав еще пока спит, цепи упали с его рук, то есть с рук апостола Петра, и ангел говорит ему, и вот дальше ангел дает очень четкие, ясные указания апостолу Петру, поскольку в том состоянии, в котором находился апостол Петр, очень трудно было что-то предпринять самому. Он, опояшься, обуйся, и он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мной. И действительно у нас создается впечатление, что перед нами ночью разбуженный сонный человек, которому необходимы четкие указания, чтобы он что-то сделал, и для того, чтобы его можно было вывести из этой тюрьмы. И вот Петр идет за ангелом. И только когда он проходит значительную часть города и выходит к железным воротам, которые вели в город, и они сами собой отворяются, и вот пройдя несколько улиц, ангел исчезает. И тогда Петр, придя в себя, понимает, что это не сон, а что он чудесно освобожден из темницы. Но на этом эта история не заканчивается. И я хочу обратить ваше внимание, насколько здесь Лука естественно, без каких-то соотносственных приукрас, но очень точно описывает вот это событие, и насколько интересны здесь, скажем так, психологические реакции людей, которые участвуют в этом событии. И вот апостол Петр приходит туда, в общем-то, где он может скрыться, к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком. Скорее всего, речь идет о доме, в котором жил апостол и евангелист Марк. И оказывается, именно в этом доме многие христиане собрались и молились. И вот когда Петр постучал у ворот, служанка по имени Рода подошла к двери. И, узнав голос Петра, от радости, как сказано, не открыла ворот. Она побежала сразу наверх, в верхнее жилище, для того, чтобы рассказать, что вот Петр пришел. Между тем, как пишет деписатель Лука, а Петр стоял и продолжал стучать. Вот интересно, с одной стороны, как будто бы нелогично, а с другой стороны, очень естественное поведение для человека, который обрадовался. Она уже забыла, что надо открыть дверь апостолу Петру. Она так обрадовалась, что побежала прежде всего сказать своим хозяевам. А Петр стоит и продолжает стучать. И вот какова реакция христиан на известие Роды, что Петр пришел? Они отвечают, в своем ли ты уме? Вот тоже абсолютно естественная и объяснимая реакция в такой ситуации. Если они знали, что Петр находится в тюрьме, что его стерегут с особой строгостью воины, они не были людьми неверующими. Они, конечно же, верили, что Господь ответит на их молитвы. Но вот эта человеческая реакция, она здесь настолько прекрасна, настолько удивительна. Она, с одной стороны, показывает первых христиан именно как людей, а с другой стороны, заставляет нас верить тому, что здесь сказано. Ибо так, как правило, реагируют люди. Но служанка продолжала настаивать на своем. Они же, вместо того, чтобы пойти и сразу открыть Петру, они стали выдвигать разные версии. Может быть, ангел-хранитель апостола Петра пришел и говорит его голосом. Между этим Петр продолжал стучать. И вот, наконец, они все-таки решили пойти и проверить, открыли дверь и изумились. Петр, дав, знав рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, уведомьте об этом Иакова и братьев. И потом, выйдя, пошел в другое место. Конечно, под Иаковом, которого просят предупредить апостола Петр, имеется в виду Иаков, первый епископ города Иерусалима, брат Господень, а не тот Иаков, о казни которого мы читаем в начале этой главы. И, как мы видим, апостол Петр в данном случае просто скрывается от глаз своего гонителя. И здесь мы видим, что апостолы не подвергали себя смертельной опасности преднамеренно. Они смело шли, смело свидетельствовали о Христе и пострадали только тогда, когда Господь дал им это и когда другого выхода уже не было, и настало время им явить не только слово проповеди, но и своим примером показать подлинную веру в воскресение Христа. Следующим событием, которое описано в 12 главе, то стихи 18-23, это смерть Ирода Агриппы. Чем интересен этот эпизод? Именно тем, что смерть Ирода Агриппы описана еще одного историка того времени у уже знакомого нам Иосифа Флаве. И нам будет интересно сравнить два этих описания, которые очень отличаются друг от друга, но при этом удивительным образом друг друга дополняют. И мы вновь с вами видим, что перед нами не какие-то небылицы, перед нами не выдумка, а перед нами именно история. Что говорит о смерти Ирода Агриппы Лука? Ирод казнил тех воинов, которые стерегли апостол Петра. Более того, он был раздражен на жителей городов Тира и Сидона. И вот они, согласившись, пришли к нему и склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что их область питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал, слава Богу. И он, быв изъеден червями, умер. Я сейчас позволю себе провести, провести с некоторыми сокращениями аналогичное свидетельство Иосифа Флавия, независимое свидетельство. А потом мы с вами разберем оба этих исторических описания и подумаем, как их можно друг с другом синхронизировать. «Между тем, пишет Иосиф Флавий, исполнилось три года, что Агриппа царствовал над Иудеей». Это был 44-й год по Рождестве Христовым. «Однажды он поехал в город Кесарию, которая раньше называлась Стратонова башня, и там он устроил игры в честь императора, так как наступал какой-то праздник, установленный в честь Клавдия». Здесь есть два варианта, либо это был день рождения Клавдия, либо это были празднества в честь его победы, которую он в том году одержал в Британии. На эти игры стеклась масса лиц. На второй день игр царь явился в театр в затканной серебром одежде, удивительным образом блиставшей и сверкавшей. Сразу обращу ваше внимание на то, что ведь и Лука вскользь упоминает об одежде, царя Агриппы. Хотя не объясняет почему. И на первый взгляд этой подробности Луки выглядит странно, потому что в какой же еще царь должен прийти одежда, если не царской. Очевидно, в этом факте был какой-то смысл, что Лука даже может сам того не желая отразил его в своем повествовании. И оказывается, что в данном случае по описанию Осифлави эта одежда сыграла свою роковую роль. Серебро дивно переливалось в лучах восходящего солнца, и льстецы из среды народа стали восклицать «Будь милостив к нам! Если мы до сих пор преклонялись пред тобой как перед человеком, то теперь мы готовы признать, что ты по природе своей выше всякого смертного». То есть, как и аналогично в описании Луки, они начали воздавать Ироду Агриппе божественные почести. Царь в этот момент увидел летящего филина. В этом явлении Ирод почувствовал плохое предзнаменование, поскольку некогда, как пишет тот же Осифлавий, явление филина принесло удачу царю Ироду, а это второе явление филина он уже стал считать дурным для себя знаком. Здесь, конечно, мы видим, что это был человек не только тщеславный, может быть, жестокий, но еще и человек крайне суеверный, поскольку действительно в Римской империи была традиция делать какие-то предсказания по полету тех или иных птиц. И вот согласно описанию Осифа Флавия все заканчивается для Ирода Агриппы очень плохо. Он почувствовал очень сильную боль в желудке, от которой он спустя несколько дней и скончался. Впрочем, последними словами его были следующие слова. Я рад, что прожил жизнь не как бездеятельный ленивец, но счастлива и с блеском. Вот, что напоследок сказала своей жизни этот человек. Здесь мы видим с одной стороны сходство в описании Луки и Осипа Флавия в основных элементах. Это и упоминание о царской одежде, упоминание о неком празднике, это упоминание о кощунственных похвалах со стороны людей, это упоминание о кончине Ирода. Остается невыясненным вопрос, как же все-таки оказался Ирод на этом празднике. И вот здесь, как это, и мы видим, это очень интересно, Лука дает нам подробности, которых нет у Иосифа Флавия. Он говорит, что жители Тира и Сидона, на которых был разгневан царь, всячески искали с ним примирения, потому что их область питалась от области царской. Действительно, царь Ирод, он, в общем-то, заведовал распределением тех или иных торговых пошлин, и, в общем-то, от его воли зависело благополучие жителей тех городов. А мы помним, что в это время наступал голод. И эта проблема конфликта, да, и проблема, очевидно, недостачи продовольствия в этих городах, она, скажем так, проявила себя с новой силой. Интересно и то, что деписатель Лука сообщает нам, что они склонили на свою сторону постельника царского по имени власт. Кто такой постельник? Это хранитель покоев царя. Часто это очень приближенное к царю лицо, через которое царь иногда, скажем так, проделывал какие-то деликатные проекты и, в общем-то, вел отчасти и переговоры. Тот же Иосиф Лавий, например, в описании своей жизни приводит конкретный пример того, как царский постельничий, он участвовал в тайных переговорах и тем самым оказывал неоценимую услугу тому или иному царю. Поэтому реалии, которые нам предлагает деписатель Лука, они полностью соответствуют как бы духу и фактам эпохи, о которой здесь идет речь. И все-таки это примирение состоялось, после чего царь Ирод отправился на праздник в Кесарию. Как одно связано с другим? Скорее всего, что та одежда, прекрасная одежда, в которой царь явился на праздник, это была часть той взятки, того подарка, который был задобрен Ирод. Если мы с вами немножко вспомним исторические реалии государственного устройства Римской империи того времени, то можем сделать такое предположение, что поскольку в то время знать и элита городов, они несли определенные почетные повинности или обязанности, в которые в том числе и входила организация народных праздников и праздников в честь императора, то, скорее всего, элита Тира Исидона предложила царю Ироду организовать этот праздник на свои собственные средства. Плюс ко всему и был преподнесен царю богатый подарок в виде этой удивительной одежды. Вот так состоялось примирение Ирода Агриппы и жителей Тира Исидона, следствием чего стало присутствие царя на этом празднике, который, впрочем, закончен для него трагически. Здесь мы должны попытаться совместить еще два элемента, которые мы видим у одного и другого историка. Деписатель говорит, что царь Ирод был изъеден червями, в то время как Иосиф Лавий говорит о том, что царя преследовали страшные боли во внутренностях и желудке. На мой взгляд, здесь нет никаких противоречий, здесь, возможно, отражены как бы две стороны одной и той же болезни, и, скорее всего, можем предположить, что царь Ирод умер от каких-то агрессивных внутренних паразитов, которые, в общем-то, и, в конце концов, размножившись в его организме и стали причиной мучительной смерти этого человека. Да, Иосиф Лавий, может быть, несколько ориентируя свой рассказ на римлян, он здесь видит как причину смерти некое вот суеверное представление о плохих предзнаменованиях, но деписатель Лука видит в этом как возмездие со стороны ангела Божия за, с одной стороны, то нечестие, которое позволил себе царь Ирод, приняв эти кощунственные похвалы в свой адрес, и, с другой стороны, возмездие как за гонение и несправедливое убийство святого апостола Иакова Завидеева. Тем не менее, вот сравнение этих двух свидетельств, они дают нам более широкую, более интересную картину происходящего и, на мой взгляд, подтверждают и подчеркивают историчность вот книги Деяний, которую мы с вами изучаем. Заканчивается 12 глава рассказом о том, как апостолы Варнава и Саввел, ходившие в Иудею с милостыней, с материальной помощью по причине голода, обратно возвращаются в Антиохию, взяв с собой из Иерусалима Иоанна, прозванного Марком, того самого Марка, в дом которого пришел апостол Петр после чудесного освобождения из темницы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...